Добрый день, дорогие коллеги! В какой-то степени моё выступление будет, возможно, даже реакцией на некоторые вещи, которые здесь сегодня уже говорилось. Политическая конъюнктура и распространение исторических знаний. Я здесь употребляю слово «политическая конъюнктура» вовсе не в отрицательном смысле. Очень часто от своих коллег, некоторых, я слышу вопрос, что вот опять власть придумывает какие-то юбилеи, какой-то год провозглашает, что вот мы должны сейчас эту тему обсуждать, вот мы понимают, как будто что историю нужно изучать глубоко, последовательно, и все темы, а не только вот это. Но надо сказать, что власть наша ничего не придумывает. Ведь востребованность исторической памяти как способа осмысления текущих социальных процессов является вообще нормой для любого нормального общества. Потому что именно через такие юбилейные темы лучше всего общество может сверить путь своего развития, в том числе и с прошлыми какими-то этапами. И только опираясь на исторические аналогии, может прогнозировать какую-то политическую динамику дальнейшего. Но есть здесь такая вещь, как запаздывание. Запаздывание научного сообщества. Понятно, власть объявляет юбилеи в связи с какими-то годы, в связи с какими-то событиями, вспоминая о них. Но ведь научное сообщество гораздо лучше власти знает, какие юбилеи в ближайшие, скажем, десятых лет нам предстоят по неизбежности. Круглые даты они, в общем, достаточно очевидны. И по идее научное сообщество должно заранее само себе даже ставить эти задачи и перед властью ставить задачи, что вот неплохо бы именно вот эту тему сделать актуальной для того, чтобы ее обсудить и вызвать определенную реакцию у всего общества в целом. К сожалению, вот это объявление происходит поздновато, потому что мы понимаем, что для разработки научной темы времени нужно гораздо больше. Для того, чтобы общество в год юбилея получило не объявление о том, что мы начали исследовать, а получило результаты некого уже проведенного исследования. Это было бы правильнее. Пока, к сожалению, запаздывание есть. При этом нужно отметить, что наша научная, политическая, информационная элита зачастую очень своеобразно воспринимает те задачи, которые государство ставит перед этой элитой и перед обществом в целом. Я приведу пример с объявлением года памяти Солженицына. Вы знаете, да, что поставлена такая задача. И сразу же я от многих коллег стала слышать, мы должны, видите, президент сказал, значит, мы должны сказать, какой умный был Солженицын, как все правильно у него там сказано, как вот это и есть истина в последней инстанции. Я говорю, друзья, давайте мы все-таки внимательно почитаем, что пишется от имени президента, какие слова президент произносит, когда он предлагает это сделать. Ведь даже вот на этом примере президент четко говорит, это повод для того, чтобы обсудить, подискутировать и осознать. Он не говорит, ура, давайте вот словослой. Нет, он говорит способ, повод для того, чтобы обсудить. И если это касается каких-то событий, как, например, война первая или вторая мировая, да, или революция, мы все понимаем, что вроде как есть место для дискуссии, но почему-то, когда речь заходит о конкретных персонах, вот это вот критическое осмотописление реальности, оно куда-то вдруг исчезает. Что, конечно же, не есть хорошо. И вот у нас тут уже был затронут вопрос по поводу, да, какой-то такой сакрализации, что ли, прошлого, что нагнетание прошлого порождает пессимизм. Но вы знаете, сакрализация прошлого штука очень опасная. Когда мы объявляем, что что-то, вот это хорошо, вот это плохо, и однозначно идем в этом направлении. Потому что, и это касается в том числе, извините, и Великой Отечественной войны. Нам кажется, что у нас есть консенсус. Я могу сказать, что у меня иногда такое ощущение, что наши элиты, и научные в том числе, они живут на какой-то другой планете, чем все остальное общество. Понимаете, достаточно выйти на любой более или менее вменяемый форум, я не беру какие-то ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, я беру вменяемые полупрофессиональные форумы, где люди обсуждают разные темы, в том числе касающиеся войны. И вы знаете, нет, там такой однозначности восприятия этого, и это нужно осознавать. И как только появляется к обсуждению какая-то тема, которая не получила достаточной разработки в научной среде, но общество уже знает о том, что есть эти вопросы недоразработанные, появляется возможность, что кто-то на вот этом незнании или недоработанности сыграет и использует это в свою пользу. Вот ситуация с панфиловцами абсолютно та самая. Вот та ситуация, где ни историческое сообщество, ни политическая власть, к сожалению, не сумела эту ситуацию повернуть на пользу государству и обществу в целом. А ситуация была шикарная, когда можно было вот буквально одним движением руки все повернуть в правильном направлении. Была допущена ошибка, и этого не сделали. Не сделали, понимаете, пошли на бессмысленное противостояние там, где нужно было проводить четкую, внятную, разъяснительную работу по поводу своей позиции. Еще один момент связан с тем, что вообще исторические аналогии любые, они очень опасны. Потому что при аналогиях обычно опирается большинство не на реальные исторические факты, а опирается на интерпретацию этих фактов. Причем чаще всего на интерпретацию даже не научную, а художественную. К чему это ведет, мы прекрасно понимаем. Когда у нас вместо исторического обсуждения начинается акцент совершенно на других вещах. И последнее, из-за этого появляется такое негативное восприятие даже тех моментов, которые никакой негативной окраски изначально не имели. И последнее, на что обращу внимание. История ни нашего оправдания, ни нашего осуждения вообще-то не требует. Она уже состоялась. Она требует изучения и осмысления того, каким образом мы сможем использовать этот исторический опыт для построения нашего настоящего и будущего, для решения текущих задач. Вот это то, что действительно важно. Но для этого нужно говорить правду. Не полуправду ни в коем случае, потому что полуправда еще хуже, чем ложь. Ложь всегда легко понять. А вот полуправда сложная. А обязательно правду, потому что правда не только нравственная, но еще и наиболее безопасная. Вот это то, на чем я хотела остановиться. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы какие-то? Я вопросу вопросов. Где правду? Правда? Понимаете, когда мы говорим о том, что происходили какие-то нехорошие ситуации, ну, например, я не знаю, власть кого-то репрессировала, мы должны говорить полноту информации об этом событии. Кого, за что, причин, да? В полной мере. А не делать акцент одним только на том, что власть плохая, а другим на том, что это борцы за справедливость, да? Или наоборот преступники. Полноту информации. Вот это и будет правда. А разве она не полна? Она не полна. Так. Неполна целях, что сообщество, да? Государственный заказ, они само по себе не знают. Что еще раз? Научные сообщества, которые не проявляют инициативу выполнять государственный заказ, поэтому запаздывание происходит. Это самоинициатива. Еще раз. Вот, понимаете, я, может быть, плохо сакцентирую, но еще раз сакцентирую внимание. С одной стороны, мы должны понимать, что наши ученые в абсолютном своем большинстве вообще-то находятся на службе в государственных учреждениях. И предполагается, что как работники государственных учреждений они выполняют определенную функцию. В частности, они должны государству представлять результаты своих научных исследований и прогнозировать, в каком направлении эти исследования должны вестись дальше. Предлагодарить государству ставить перед ними задачи. Не только государство об этом должно думать, но мы почему-то государство всегда воспринимаем, мы говорим государство, имея в виду власть. И вообще-то государство, это не только власть. Власть, это одна составляющая государства. И мы с вами такая же его честь, полноценная. Если мы не начнем ощущать себя гражданами, гражданского общества не будет.